Звук. Пани Аида, включите, пожалуйста, у себя звук. Так, все меня слышат. Все слышат, а меня слышно? Да, всех слышно, поэтому, пожалуйста, выключите. Дорогие друзья, еще раз. Мы счастливо приветствовать вас на нашем мероприятии «Польская поэзия в русских переводах», которое является выражением нашего желания укрепить культурные связи между Польшей и Россией и признаться в любви к польской поэзии. Познакомить вас с оригиналами и переводами стихотворений на русский язык, выполненными русскими поэтами и переводчиками. В настоящей ситуации мы переносим свое общение в онлайн-пространство. Но именно это обстоятельство позволяет нам расширить географию встречи и попомнить список приглашенных и участников. Мы хотим поблагодарить всех присутствующих, откликнувшихся на наш призыв присоединиться к сегодняшней встрече. Ваше участие – это большая честь для нас. Позвольте представить вам почетного гостя нашего мероприятия, переводчика польской поэзии XX века и современной польской поэзии, Анатолия Яковлевича Ройтмана, доцента физического факультета Новосибирского государственного университета, обладателя высшей награды Польши в области культуры, медали «Глория Артис». Мы попросим Анатолия Яковлевича почитать нам переводы польских стихотворений на русский язык, чтобы задать нужный тон нашей встречи. Анатолий Яковлевич. День добрый паинству. Добрый день. Я, к сожалению, не вижу себя. И в неведении видите ли вы меня? Нет, к сожалению, мы вас не видим. Тогда… Так, демонстрация экрана. Нет, наверное, не демонстрация экрана, Ань. Кто виноват? Нет, виноватых нет. Включить с видео. Включить с видео, да. Выключить сзву. Остановить видео у меня, видимо… Я выключил сейчас видео, а сейчас его включил, но себя не вижу по-прежнему. И вы меня, очевидно, не видите. Такое чувство, что у вас есть проблемы с камерой. Сейчас вы меня увидите, я помню. Вот, отлично. Хорошо. Добрый день еще раз. Я рад приветствовать всех, кто сейчас с нами. И хочу поблагодарить за приглашение в эти дни мирового катаклизма, приглашение в оазис польской поэзии, с которым я и так пребываю все время. Но это всегда приятно, и я рад, что мы встречаемся с вами сегодня. Время отнимать разговорами о поэзии я не собираюсь. Лучшее, мне кажется, что я могу сделать, это читать стихи и на одном и на другом языке дать примеры той замечательной, на мой взгляд, польской поэзии, которой я имею честь прикасаться. И я, пожалуй, начну с Чеслова Милоша, с которого 20 лет тому назад и началась моя работа над переводами польской поэзии. Чеслав Милош В моей ойчизне В моей ойчизне, до которой не верюце, есть такие лещные езиоро огромные, хмуры широкие, раздарты, чудовные, памятам, когда взрок за себя рюце. И плитких вуд шеп в каким-то мраку чемном, и дно, на котором сон травы чернисты, мэв чарных крык, заходов зимных червень, цараных швисты в гурах порывисты. Шпи в небе моем то езиоро черни. Похыламся и видзе там на дне бласк мего жыча. И то, что страшит мне, есть там, ним смерть мой кшталт на веке спелни. В ойчизне моей, в ойчизне моей, куда я не вернусь, огромное озеро есть лесное, тучи причудливые и иное, припомню, как только назад оглянусь. И мелких вод шепоток в полумраке, где травы на дне чистые тернисты, и черных чай крик, закатов зимних маки, вверху черков порывистые свисты. спит в небе моем, то озеро терни. Наклоняюсь, и там на дне вижу я блеск моей жизни. И то, что страшит меня, там до смерти тает сумрак вечерний. Песенка о конце света В день конца света пчела кружит над цветком настурцией. Рыбак блестящую сеть продолжает чинить. В море дельфины веселые скачут, юные воробьи у водостоков судачат, кожа ужа золотится, как и должно быть. В день конца света женщины под зонтиками вдоль луга идут, на краю газона засыпает пьянчуга, зеленщик прохожих на улице зазывает, лодка с желтым парусом к острову подплывает и звездную ночь отмыкает скрипичная фуга. А кто ожидал грома и молний разочарован, а кто ожидал знамений и архангельских труб, не верит, что это есть уже то, пока и луна и солнце над нами, пока шмели жужжат над цветами и розовые рождаются дети, что уже началось, не верит никто. Лишь седой старичок, который был бы пророком, но не пророк, по его занятию судя, говорит, подвязывая помидоры, другого конца света не будет, другого конца света не будет. фокусник. Это одно из тех стихотворений, которые в 2000-м году потрясли меня, когда я впервые его прочитал, не думая о том, что я буду переводить Милоша, но это открыло какую-то совершенно другую планету. Я вот прочитаю русский перевод. Фокусник, раскладывай свои инструменты. Высокое эхо возвращается с гор, слышен грохот весенних потоков. Детским глазам, как когда-то твоим, впервые является красота земли. Фокусник, ты воздвигаешь звезду, которая странствовать будет по небу новорожденных в то время, как ты удаляешься без сожаления, размышляя о том, как трудно было прожить жизнь и осознать, что мы получаем не то, что хотели, и что две наивысшие добродетели смирения и упорства, и что сознание не дает утешения, ибо это сознание шута, пувыркающегося на сцене и жаждущего аплодисментов. Ты приобрел нежеланное знание о себе и других, наполнился до краев жалостью и восхищением. Пусть те, кому предстоит дальше тянуть эту лямку, начиная там, где закончил ты, мастер побежденного отчаяния, восхваляющий, обновляющий, укрепляющий, благодарный за то, что были для тебя и будут для других восходы солнца. Это было стихотворение из предпоследнего тома Честного Милоша, изданного при жизни, который называется То, Это. Вот стихотворение из последнего тома Друга Пшэстшэнь, Второе пространство. Эти стихи я имел не только высокую честь переводить, но и счастье читать их честному Милошу. И следующее стихотворение называется Однокашница. Шел я к ней, а в руках Роза еще в бутоне. Помню поездки, шипы кололи ладони лабиринтами лифтов от штольни до штольни в обществе неких дам из фантасмагории. Лежа гостей принимала на ковре позе странной, шея ее лилея белизны первозданной здесь говорила рядом встаньте на колени поговорим о добре, красоте, вдохновении способна весьма отдала дань графоманству то был иной век пропавшее государство в шапочке студенческой с волчьими клыками гербом нашей альма-матер вшитым в орнамент замуж вышла наверно троих детей воспитали впрочем то уследит там такие детали значит ли этот сон что ее вожделел я или жалость во мне ее бывшему телу сухие ее косточки встречаю с мечтой детской последней из нашей поросли как бы филаретской дантов в какой-то спуск в темные ямы Ане где-то под Архангельском или в Казахстане ей наглежащее место на кладбище Росса но злая судьба увезла ей не задашь вопроса почему она именно не понимаю узнал бы ее я в толпе даже не знаю но спрошу почему так бывает фальшива невыразительна жизнь и лишь смерть правдива прощай панна кюревич нежеланной тени отголоса с именем канувшим заблением из того же последнего прижизненного тома пана Числава я обязан теперь я обязан теперь быть мудрее чем был но не знаю мудрее ли я память выстраивает историю стыда и восхищения стыд я запер в себе но мгновение восхищения на стене солнечным бликом трелью иволги ирисом ликом томом стихов человеком длится и возвращается в блеске этот миг возвышает меня над моим несовершенствием вы кого был я влюблен приблизьтесь и мне простите вины мои учтя мое ослепление вашей красотой совершенны вы не были вы для меня эта форма бровей этот наклон головы эта речь сдержанная и игривая принадлежать могли лишь существам совершенны я клялся любить вас вечно но позже решимость ослабевала из мерцающих взглядов соткана моя ткань не хватило б ее чтобы обвить монумент остался я с ненаписанными одами во славу многих мужчин и женщин их несравненная жертвенность преданность стойкость минули вместе с ними и никто не знает о них не знает никто во всю вечность когда думаю я об этом мне нужен бессмертный свидетель чтобы он один знал и помню и если позволите я хочу прочитать вам стихи и нескольких поэтов помимо Милоша этих поэтов у меня уже больше тридцати и поражает меня то что разнообразие польских поэтов каждый из переводимых мной поэтов абсолютно не похож на другого лица не общим выражением каждый ну и достоин того чтобы к нему прикасаться Збигнев Херберт я перевел 233 вот книжки 233 стихотворения Херберта и конечно очень трудно выбрать какое-нибудь одно я прочитаю стихотворение о Львове родном городе Збигнева Херберта который он уехав оттуда в 1944 году уже никогда не возвращался никогда о тебе никогда о тебе говорить не осмелюсь огромное небо моей округи не о вас крыши сдерживающие воздуха водопад прекрасные пышные крыши волосы наших домов молчу молчу я о вас дымоходы лаборатории грусти покинутые луной вытягивающие шеи и о вас открытые закрытые окна лопающиеся поперек когда заморем мы умираем не опишу даже дома знает он все побеги и мои возвращения хоть мал и не опускает сомкнутых век ничто не передаст запах зеленой портьеры ни скрипа лестницы по которой вношу зажженную лампу ни листвы у ворот я бы хотел написать о задвижке калитке этого дома о шершавом ее пожатье и дружелюбном скрипе и хоть знаю о ней так много повторяю лишь беспощадно банальный перечень слов столько чувств умещается между одним и другим ударами сердца столько предметов можно взять в обе руки не удивляйтесь что мы не умеем описывать мир лишь обращаемся нежно по имени к вещи ну и говоря о польской поэзии нельзя не говорить о Веславе Шимборской уникальном поэте лауреате Нобелевской премии с которой мне тоже довелось познакомиться говорить иметь ее запись в записной книжке и стихотворение одно из наиболее известных стихотворений пани Веславы НИЦ ДУА РАЗЫ я его прочитаю в оригинале тоже НИЦ ДУА РАЗЫ самых ЧЕМУ ТЫ СЕ ЗЛА ГОДЗИНО З НЕПОТРЦЕБНЫМ НИЦ ДУА РАЗЫ ЕСТЫШ АВЕНЦ МУСИШ МИНУЮТЬ МИНЕШ АВЕНЦ ТОЕС ПЕНКЛИ УСМЕХНЕНЧИ ВСПУЛО ГЕНЧИ СПРОБУЕМЫ ШУКАТЬ ЗГОДЫ ХОЧ РУЖНИМЫЩЕ ОТ СЕБЕ ЧАК ДВЕ КРОПЛИ ЧИСТЫЙ ГОД НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВА РАЗА НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВА РАЗА НИЧЕГО И НЕ СЛУЧИТСЯ НЕ УМЕЛО И РОЖДАЛИСЬ И УМРЕМ НЕ НАУЧИТСЯ ДАЖЕ ТЕМ, КТО В ШКОЛЕ МИРА ТОРОГОДНИКАМИ БЫЛИ НЕ УВИДЕТЬ ПОВТОРЕНИЯ ВЕСЕН, ЛЕТА ЛИ, ЗИМЫ ЛИ НИ ОДИН НЕ ПОВТОРИТСЯ ДЕНЬ НЕТ ДВУХ НОЧЕЙ ПОХОЖИХ В ТОЧНОСТИ ДВУХ ПОЦЕЛУЕВ ДВУХ И ТЕХ ЖЕ ВЗГЛЯДОВ ТОЖЕ КОГДА КТО-ТО ТВОЕ ИМЯ ПРОИЗНЁС ВЧЕРА НЕ ГРОМКО ПОКАЗАЛОСЬ МНЕ, ЧТО РОЗА ВДРУГ ВЛЕТЕЛА В НАШИХ ОКНА А СЕГОДНЯ МЫ С ТОБОЮ БЫЛИ СЛОВНО ЛЁД И ПЛАМЕН РОЗА, ЭТО ВПРАВДУ РОЗА МОЖЕТ НЕ ЦВЕТОК, А КАМЕНЬ ОТЧЕГО ТЫ ЧАС НЕДОБРЫЙ СТРАХ ПРИМЕШИВАЕШЬ В ЛАСТЫ ЕСТЬ ТЫ, ЗНАЧИТ, И ПРОКОДЫШЬ А ПРОЙДЕШЬ ТЫ, И ПРЕКРАСНИ НАШИ ПОИСКИ СОГЛАСЬЯ И В ОБЯТИЯХ НЕ ИССЯКИ ТАК НЕ СХОЖИ МЫ С ТОБОЙ, КАК ВОДЫ, ЧИСТЕЙШЬ ТАК ЕСЛИ МНЕ ПОЗВОЛЯЕТ ЕЩЕ ВРЕМЯ ОТНЯТЬ ВАС ПОЗВОЛЯЕТ ЕСТЬ ЕЩЕ ВРЕМЯ ДА, ПОЖАЛУСТА ТОГДА, ТОГДА ЕЩЕ ОДИН ПОЭТ НЕБОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК, С КОТОРЫМ МЕНЯ ПОЗНАКОМИЛ В КРАКОВЕ ЧЕСЛАВ МИЛОШ В 2000 ГОДУ БЫЛ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА НОВАЯ ПОЛЬША ПРОФЕССОР ЕЖИ ПОМИНОВСКИ ПО-СВОЕМУ ЛЕГЕНДАРНАЯ ТОЖЕ ФИГУРА И ПРОФЕССОР ПОМИНОВСКИ МНЕ РАССКАЗЫВАЛ ОТОМ, ЧТО В ЕГО МОЛОДОСТИ, КОГДА НУЧИЛСЯ В ГИМНАЗИИ ЕГО УЧИТЕЛЕМ БЫЛ ПОЭТ МЕЧИСЛАВ ЯСТРУН И ОН МИ ПРИСЛАЛ СТИХИ ЯСТРУНО, Я ИХ ПЕРЕВЕЛ Но профессор сказал, что он напечатает эти стихи, когда сам напишет воспоминания о Яструне Так получилось, что он так и не написал этих воспоминаний И в Новой Польше эти стихи так и не появились Одно из этих стихотворений я прочитаю Оно весьма живописное, хотя Яструн скорее поэт ночи И краски, которые вы услышите в этом стихотворении, они весьма разнообразны Но палитра такая темная Я предлагаю даже иногда отметить, может быть, или отмечать во время чтения этого стихотворения Сколько и каких красок и цветов в этом стихотворении можно услышать Такой экспрессионизм 30-х годов 35-37 год написано это стихотворение Называется оно «Ночной дозор», как известная картина Рембрандта и его перевод к Леновичу «Ночной дозор» По ту сторону холста Ночь В бликах свеч Чужеземного лика Увидеть пейзажи Магистратов гильдии опекою пренебречь И спутать к утру Шаг бдительной стражи Ночь Недоспехов золота Шлем, панцир Черные кони в мыле Мчатся во весь опор Пока мерцает свеча Синеватым танцем О тайне бытия Не заводить разговор Тишь Желтый туман Укрывший каналы Плотен Крылья огромных мельниц Спят Тени пали Ниц Борта Стены домов Стада белых полотен Вечер уснул На крыльях Ослепших птиц Лиц Ювелиров Пергамент И спора Осторожные пальцы Время шлифуя Мелькают Шаг Ночного дозора Слушивается Город На арке Бузок Звезды Как капли вина Сверкают Часы Века Покой Из бессмертия Ревниво Выкраивает Куски Те, что Послаще Белый И как Зарезанный Волк Кровоточащий Висит На крюке День Приснившаяся Дива Ночь Уколы И Рембрандт Слушает Как в камине Буря Бушует Жестоко Как пейзажи Из сажи Из серебра С грохотом Изрыгают Ящерицы Водостоков И когда Фиолетовый Свет В окнах Стеной И буря Качает Дом Как Корпус Корвета От жизни Укутав Голову Тишиной Как От непросохшего Отойти Альберта И Еще Короткие Два Стихотворения Анны Каменской Один верлибр Одно Рифмованное И главное Веселое Первое Я не ослепла От вида Обнаженной Дианы Не от вида Развалин Разрушенного Иерусалима Я не ослепла От капли Воды Под микроскопом Не от вида Собственного Сердца Я не Оглохла От глаза Вопиющего Пустыню Не от Крика Угасающей Звезды Я Ослепла От Одинокой Слезы Оглохла От леденящего Слова И стихотворение Которое Называется Концерт Надеюсь На ваши улыбки Жабы Играли В болоте Одна На фаготе Другая На флейте Третья На кларонете Четвертая Самую малость На скрипке Сыграть Пыталась Пятая На фортепьяно Шестая На мандолине Седьмая На окарине Восьмая Мама Родная Добралась До органа Девятая На виолончели Да так Что все струны Пели Десятая Как вы порою Била В бубен Рукою А еще Эти спинеты Колокольчики Кастаньеты Гонги Басы Гармоники Дудочки И физгармонии И такой Шум Тут Поднялся Разбежались Все Кто Спасался Только Поэты И дети У ручейка Стоя С края Слушали Звуки Эти И как Поэты И дети Восхищались Вслух Ах Какая Какая Прекрасная Музыка Я желаю Вашей конференции Пройти В Таком Духе Оптимистическом Несмотря на Ту действительность Которая Нас окружает Я буду рядом С вами Еще раз Благодарю вас И Если есть Вопросы Готов Буду ответить Прежде всего От всей души Хотим поблагодарить Пана Анатолия Ротмана За это выступление За его Прекрасное Творчество В лице Пана Ротмана Польская и русская Культура Российская культура Обрели Крупного Талантливого Автора Талантливого И очень мудрого Большое вам спасибо Дорогие гости Да-да-да Вопросы У кого-то есть вопросы? Дорогие гости Мы счастливы Видеть всех вас Это для нас Огромная честь Большое спасибо За участие За Участие Пани Консул Софью Монку Большое вам спасибо Мы очень рады Вас видеть А сейчас Позвольте мне Предоставить слово Председателю Общероссийской Общероссийского Объединения Союз Польских Организаций Единства Кандидату Исторических Наук Доценту Кубанского Государственного Университета Пану Александру Селицкому Спасибо большое Мы подумали Что сидеть По домам И не общаться Друг с другом Это невозможно И мы должны Обязательно Это делать Я надеюсь Что сегодняшняя встреча Доставит всем удовольствие Я очень благодарю Анатолия Яковлевича Ройтмана За такое Замечательное Вступление Поэтическое И я горжусь тем Что в свое время Удалось познакомиться Лично с Анатолием Яковлевичем Когда он бывал В Краснодаре Я знаю Что этот человек Наверное Единственный из нас Присутствующих Сейчас здесь Который лично Встречался с Милошем И со многими Другими легендами Польской культуры И это вдвойне Приятно Я от всей души Благодарю Пани консул Пани Монку За то Что она Также нашла время Чтобы вместе с нами Окунуться В поэзию Польскую И в ее переводы На русский язык От всей души Благодарю организаторов Потому что у нас Есть три феи Которые Взяли на себя Такую непростую Ношу Написать сценарий Собрать людей Организовать доступ Пани Нина Силаева Пани Аида Русинова Пани Анна Солтес Прекрасное Трио Но это лишний раз Подтверждает Что Москва Как столица Российской Федерации Имеет очень давние Традиции Полонийной культуры Умение организовываться И вот такая Инициатива Нашей московской Организации Единства Конечно восхитила Всех членов Союза Нашего Общероссийского И я надеюсь Что мы и дальше Будем В общем-то Наслаждаться Замечательными проектами Подготовленными Московской полонии Ну а сейчас Я хотел бы Позволить Тоже Познакомить вас С поэтом Который для меня Очень близок И Так получилось Что Я Вначале Смотрел на него Как на Исторического героя Это Юзеф Мончка Поэта Легионов Кавалер Ордеру Вертуте Милитари И он для меня Был конечно Тем героем Который К сожалению В юном возрасте В молодом возрасте Погиб В станице Пашковской Под Екатеринодаром Краснодаром Но благодаря Знакомству С пани Ниной Силаевой Я понял Что он еще И замечательный Поэт И я сейчас Хотел бы С одной стороны Озвучить стихотворение Юзефа Мончка На польском языке А затем Предоставить Вашему вниманию Перевод Пани Нины Который Мне кажется Очень точно Отразил Красоту Этого произведения На русском языке Шары роты Нам не шумил Над головой Штандары Ни пропорция Навихше Развяны Хыба часам За шуми Бур стары Хыба вихры На полях Бонканы Триумфальны Нам бьё Фанфары Нам не граю Трэмбачы Сурмови А ни котлы Нам бьё Звычэнство На угорах Всьуд щинных Усткови Шмерч Йс чиха И чиха Йс чиха Йс чиха Йс чиха Жураве Идем Шараколюмна Пехоты Вендруйонцы Водлётах Журави Йеносэн наш Йсц судны Сэн звоты Сэн вольнощи Саумажище Славе Это произведение было написано в 1915 году Ну а потом как я уже говорил судьба привела Мончику на Кубань где формировалась 4-я дивизия польских стрельцов под руководством Люциана Жилиговского и покровителем этого польского формирования стала Белая армия добровольческая армия под руководством генерала Деникина который как мы знаем сам был наполовину поляк по матери наполовину русский человек Итак перевод пани Нины Силаевой Дороги пыльные войны У нас над головой не реют флаги Знамена не трепещут на ветру Лишь изредка скрипят кусты во враге И вихри на полях пугая глуш Нам триумфальны исполняют туш Нам не играют трубы боевые Победные литавры не звучат Здесь пустошь Тишь и меты верстовые Безмолвны смерть и мужество солдат Безвестностью сокрыт могильный ряд И мы оружием на солнце не сверкаем Мундир наш не сияет Нет В пыли Мы серую колонною шагаем Как пролетающие в небе журавли И лишь одна мечта в душе живет Свободным станет польский наш народ Спасибо за внимание Спасибо за то что вы здесь И передаю слово нашим замечательным организаторам Спасибо Александр Сегодня мы попробуем вам показать взаимодействие двух культур русской и польской на примере поэтических переводов польских авторах русскими поэтами Стихотворные переводы на русском языке появились в России в первые трети 17 века Первые стихотворные переводы в России осуществлялись с польского и латинского языков Причем ведущую роль играли переводы польской поэзии и бесспорным является общеизвестное положение о влиянии польской поэзии на русскую в 17 веке Может показаться что перевод с польского на русский и наоборот не представляет особых трудностей по причине родства языков Многие слова звучат одинаково и означают одно и то же есть лексическое и синтаксическое сходство Трудности между тем возникают по большей части из-за особенностей ударения В польском языке ударение постоянное Поэтому сохранение ритмика интонационного рисунка может оказаться для переводчика делом непростым Недостаточно передать содержание Нужно еще сохранить и размер оригинального текста Но несмотря на сложности перевода русские поэты написали немало великолепных переводов которые позволяют почувствовать красоту польской поэзии даже незнакомым с польским языком людям Мы остановились только на некоторых переводах понравившихся нам поэтов которые были написаны за последние 200 лет Паня Нина передаю вам слово Большое спасибо Начнем с 19 века Циприан Камиль Норвид выдающийся польский поэт мыслитель патриот и интернационалист Первые произведения Норвида увидели свет в 1840 41 годах А в 1842 году поэт покидает родину и начинается его трудное полное лишение жизни знанника иммигранта Критики обрушивались штормами на его стихи и прозу Он вынужден был влачить нищенское существование А спустя 20 лет после смерти в забвении оказалось что он как и многие таланты просто обогнал свое время Поэта похоронили в общей могиле На том бы и закончилась печальная история судьбы поэта если бы не его сборник стихов от 1862 года который в 1901 году попал в руки Зенону Шесмутскому литературно-художественному критику и поэту периода молодой Польши Он наткнулся на том Норвида и прочитав написанное с удивлением воскликнул как такой поэт мог пройти не оставив эхо Возвращенные миру отобранные у вечности произведения поэта поставили его в конечном счете в один ряд с великими Ницкевичем Словацким и другими талантливыми поэтами Циприан Норвид Моя песенка До краю Сон Звученья Тэнскнами Паня Тэнскнами Овджи Гджектуш Омне Стои И так Быч муще Хочет Так Не стане Пши Яжни Моя Тэнскнами Паня Первое Издание Сочинений Норвида В двух томах Появилось в 1966 году И с этого же года начинают появляться переводы Норвида на русский язык Норвида переводили Владимир Корнилов Алексей Цветков Иосиф Бродский Мы предлагаем вам послушать перевод выполненный членом союза литераторов России Ниной Силаевой в исполнении ученицы Московской школы юных дипломатов Жар-птица Яны Самбурской Яна Моя песня По краю Где за крохи хлеба Подняв земли благодарят Считая их дарами неба Удел мой Боже Тосковать По той земле Где птичьи гнезда недопустимо разорять Лишать поприхоти потомства Удел мой Боже Тосковать По той стране Где с первым словом дано всем сердцем прославлять Христа как сущего основу Удел мой Боже Тосковать О том что наполняет мысли и обещает благодать что мне дороже даже жизнь Удел мой Боже Тосковать По той невинности душевной Которую сопровождать не могут ложь обман сомнения Удел мой Боже Тосковать По краю где а вдруг найдется кому пригреть меня обнять Хоть миражом все обернется Удел мой Боже Тосковать Большое спасибо очень Хоро Почтение Спасибо Начало 20 века называют серебряным веком русской поэзии Этот период подарил нам Мандельштама Ахматову Блока Цветаеву Все они занимались переводами европейской поэзии на русский язык в силу общей гениальности своей натуры но не только поэтом По образной нагрузке своих стихов Мандельштам едва ли не первый среди русских поэтов Переводчик же по образному замечанию одного из советских классиков перевода Льва Гейсбурга это тот кто целиком забирает душу поэта или писателя взамен отдает свою Первый иностранный язык на который были переведены стихи Мандельштама польские и это вполне символично поэт родился в Варшаве там же находится улица его имени Русский язык имеет немало общего с польским но дыхание у них разное и в этом состоит основная трудность перевода Сейчас мы услышим стихотворение гениального русского поэта Осипа Мандельштама «Тайное вечера» в исполнении соавтора проекта члена полонийной организации психолога игропрактика пани Анны Солкес Спасибо Небо вечери в стену влюбилось Все изрублено светом рубцов Провалилось в нее отразилось превратилось в тринадцать голов Вот оно мое небо ночное перед которым как мальчик стою холодеет спина очи ноют стенобидную твердь я ловлю и под каждым ударом тарана осыпаются звезды без глаз той же вечери новые раны неоконченной росписи мгла Перевод с русского языка на поиски стихотворения гениального русского поэта Осипа Мандельштама «Тайное вечере» читает член полонийной организации пан Михаил Суботин Всем добрый день Всем добрый день Остатня вечерже Небо вечерже втулило шевщаны Бляск рысы пенкні ч булем ё розяжем И розяжнёны джеш в ней заплуджаны Пшообразилос шевчына шчатважи Вьен стой с неба Небо мое ночцы Стоят упши дни як джетска послушны По плец бьегни дрэшч И боло очи И свыше глухих жмот Цо муры круши Под каждым чосом твардэгу тарана Засчаны сыпющие гвязды без оки И трва вечерже в ген сниёнцых ранах недокончённый фреск цичишим рокем Позволь Позвольте мне сказать я не приняла переводчиком сказали про переводчика да Станислав Баранчик Спасибо Нина сейчас твоя партия Включи звук пожалуйста Нина тебя не слышно Прошу прощения Волнуюсь но это простительно Спасибо вам большое очень приятно Представляем пани Аиду Русинову соавтора проекта активного члена пламинной организации редактора сборника переводов польской поэзии члена жюри международных литературных конкурсов Пани Аиду Русинову Марине Цветаевой Обращение Марины Цветаевой к польской поэзии нельзя назвать случайным Во всем ее творчестве просвиживается польская тема которая связана и с происхождением имени Марины как она считала от имени Марины Мнишек из польской родословной по материнской линии ее бабушка Мария Бернацкая Мария Бернацкая была полька и наконец личного характера поэтесса который она в своей автобиографии отождествляла с мятежным польским национальным характером гордым и непокорным с польского на русский Цветаева переводила стихи Адама Мицкевича Юлиана Пшибася Адама Важика и Люциана Шенбальда и благодаря таланту Марина верно подобранным словам правильно схваченному ритму прекрасные стихи становились еще и незабываемыми мы продемонстрируем вам сегодня красоту и лиричность перевода небольшого отрывка из поэмы Люциана Шенбальда сцену ручья написанного в 1936 году в исполнении члена половины организации Петра Шенбальда Луциан Шенбальд и поэма в 1936 году в 1936 году Марина Светаева переводит это стихотворение на русский. Послушайте, как оно звучит близко к оригиналу и вместе с тем очень поцветает ски. Вступление к поэме «Сцена в ручья». Гленотема с седым бурьяном, желтым полем звенящим след. Вглубь дубового океана боязливо бредет рассвет. В темной гуще, где все заглохло, просыпается каждый листик. В свежих листьях тысячи вздохов, грачьих карков и волших свистов. Утирает лицо листвою, яблонь дикая, в чаще сонной. Жемчугами плеснул в лицо ей говорливый ручей влюбленный. И красавицу камышами обнял нежно и многоруком. Белой пеной надел, как шалью, быстрой песнью убаюкал. От корней до вершин и выше раздирается тьмы завеса. Стись мне сердце, чтоб билось тише, и послушай сказания леса. Аня? Спасибо. Этот разносторонний человек был еще и блистательным ученым, переводчиком и писателем. Написанная в 1953 году книга Милоша «Порабощенный разум» по праву считается классикой среди книг о талитаризме. А благодаря его книге «История польской литературы» англоязычный мир смог ближе познакомиться с богатством литературного наследия Польши. Переводить Милоша необычайно трудно, потому что большинство его стихотворных произведений написано верлибром – свободным стихом, стихом без рифмы. Особенность свободного стиха состоит в том, что при отсутствии метра и размера ритм в нем все же есть и выступает, если не главным, то одним из основных элементов текста. Поэтому организация верлибра намного тоньше и сложнее, чем стихов, имеющих рифму. Чеслов Милов, Милош, Джечи, Европы Не кохай жадного краю. Краю Латва гинон. Не кохай жадного места. Латва распадаще в груз. Не приховый памяток, бо с твоей шуфлаты взбиеще дым труенцы для твего отдыху. Не мей чуошчи для люджи. Люджи латва гинон, альбасон, пакшивчиньи, и взывай он твоей помоцы. Не пачь в ежё рабши шлошчи. Тафла ихрдзон повлечена. Инном укажет ваш нищий спадживауч. Сложность перевода верлибра заключается в том, что нужно услышать этот ритм и найти в русском языке аналогичные способы его передачи. Сохранить форму и оригинальную стихотворную строфу для передачи духа произведения. Послушайте, как блестяще с этим справился Иосиф Бродский. Стихотворение читает ученик 10-го класса Московской школы юных дипломатов «Жарптица» Евгений Трипольский. Не влюбляйся в страну, способный исчезнуть с карты, Не тем более в город, склонен лежать в руине. Не храни сувениров, и своего комода Может подняться дым, в котором ты задохнешься. Не связывайся с людьми, они легко погибают, Или, попав в беду, призывают на помощь. Также вредно смотреть в озера детства, Поддернуты ржавой ряской, Они искользят твой облик. Спасибо за проникновенное чтение. Прекрасный польский поэт Юлиан Тувин был сторонником не только словесного перевода, но и звукового. Он считал, что переводчик должен следовать ритму оригинала. По его мнению, это способствует более полной передаче духа произведения. Юлиан Тувин красно любил народное слово. Всю жизнь его коллекционировал. Сам он называл это лингвистическим умопомешательством, словесной алхимией. Своё отношение к слову он выразил в программном стихотворении «Зелень. Психотворческая фантазия». Вот небольшой отрывок. Юлиан Тувин красно любил народное слово. И позвольте прочитать, на мой взгляд, блестящий перевод нашего замечательного русского поэта Леонида Мартынова на русский язык. Мало видеть слово, надо точно знать, какая есть у слова почва. Как росло оно и как крепчало, как его звучало, зазвучало. Чем должно набухнуть и налиться, прежде чем в названье превратиться, в званье, в имя, в кличку просто. Прелесть слова в летописи роста. Юлиан Тувин очень любил русскую поэзию. И его переводы с русского признаны во всём мире исключительным явлением переводческой практики. В переводах он достиг того же совершенства, как и в оригинальном творчестве. Признано, что русская поэзия занимает 9 десятых всего объёма его переводческого наследия. Приведём пример перевода. Стихотворение Бальмонта «Золотая рыбка» нам представит ученица третьего класса Московской школы юных дипломатов «Жар-птица» пани Екатерина Ющенко. Правильно? В замке весёлый бал, музыканты пели, ветерок в саду качал, лёгкие качели. В замке в сладостном бреду пела, пела скрипка, а в саду была... Большое спасибо! Большое спасибо! Перевод Тувима. Звота рыбка. В замку быв весёлый бал, и музыка бжмёмся, по высаням лёг и фал, вятр пусть тавки тромсал. Држава небесценный суд, джевна нута скрипка, а в глембине сребрных вуд была звота рыбка. Спасибо, Нина. Стихотворения Веславы Шимборской едва ли не чаще всего сопровождаются эпитетом «интеллектуальные». Это относится и к философским зарисовкам, и к утончённой любовной лирике. Её язык прост, но мысли настолько сложны и глубоки, что требуют от человека, взявшегося за перевод её стихов, определённых интеллектуальных усилий и умения вслед за автором искать и находить ответы на сложные вопросы о месте и роли человека во Вселенной. Шимборская писала в основном модернизированным белым стихом. Уловить этот ритм Шимборской и передать его невероятно трудно, тем более, что во многих её текстах то появляется, то исчезает внутренняя рифма. Справиться с такими текстами может переводчик только с очень тонким лингвистическим слухом, умеющий почувствовать музыку стиха. В числе первых переводчиков Шимборской на русский язык была Анна Ахматова. Русскоязычные версии стихотворений Шимборской, подписанные «Перевела Анна Ахматова», увидели свет в майском выпуске журнала «Польша» в 1964 году, иллюстрированного ежемесячника, выходившего в СССР большим тиражом и имевшего репутацию наиболее раскрепощенного и прозападного из всей советской периодики. Продолжение следует... 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 Итак, начинаем. Пан Петр, мне кажется, ваш первый вопрос. Дорогие друзья, подскажите, какая первая книга была написана на польском языке? Название, дата издания, век, любой момент. Именно написано, не переведено. Вот первая книга, которая существовала на польском языке. А, то есть это может быть перевод. Скорее всего. Именно написано на польском, скорее всего, это Трена Яны Кахановского. Еще какие варианты есть? Я думаю, что это Мико Вэй Рэй. Быстро пользующийся гуглом, наверное, вне конкурса, да? Вы знаете, вы были близки, но не совсем. Так, есть ли какие-то еще предложения? Ответы есть еще? Тогда мы готовы огласить. Значит, первая в польском государстве книга на родном языке называется «Духовный рай». Берната из Люблина вышла в Кракове в 1513 году. Шестнадцатый век является золотым веком польской культуры. Паня Аида? Второй вопрос. Кому принадлежит изречение? А нехай народовые построй не знают, Ишь пыляться не генщи, Ишь свой янзык майон. Пускай все соседние народы знают, Что поляки-нигухи свой язык имеют, Который стал девизом ревнителей отечественной словесности. Ну, Микола, очевидче. Браво! Очевидче! Так, орден победителя, да? Орден победителя! Пан Петр? Позвольте тогда мне зачитать, Вопрос следующий. Кто является общепризнанным основателем польской поэзии, Чье произведение стало самым популярным католическим гимном? Это сложный вопрос. Приглашаем всех, абсолютно всех к участию. Ну, это уж точно Кахановский. Да. А кто Кахановский? Кому медаль? Это Настя Камилская. Замечательно, Анастасия. Возникновение... Позвольте мне зачитать полный ответ, можно? Возникновение Речи Посполитой обеспечило относительную политическую стабильность и интенсивные культурные контакты с другими европейскими странами. Польское искусство и литература 16 века испытали сильное влияние итальянского ренессанса. Основателем польской поэзии на основе латинских образцов явился вонянутый вами Ян Кахановский. Слава длится до сегодняшнего дня. Его произведение «До бога чега хцешь от нас» является самым популярным католическим гимном. Пани Анна. Какое поэтическое произведение, написанное на польском языке, является самым объёмным? Вам задаёшь? Нет. Какие ещё есть варианты? Вы можете давать любые ответы. Мелее, да. И дискуссию какую-то даже развернуть, почему именно этот автор, а не другой, да? Можем поспорить. Ну, если других вариантов нет, я зачитаю. Главным произведением Вацлава Полоцкого является поэма «Хатимская война», которая состоит из 12 тысяч строк. Это произведение относится к классическим произведениям польской литературы. Пани Нина. Спасибо большое. А вот как раз ответ на этот вопрос может дать каждый для себя. Ведь даже мы на это и рассчитываем. Итак, пятый вопрос. Кто является главным романтиком в польской литературе? Пожалуйста, поделитесь своим мнением. Я предполагаю, что это Адам Ницкевич. Пожалуйста, поделитесь с нами. Словатский. Кто? Словатский. Он помладше. Он помладше, да. Он больше встроился в романтизм, собственно, и больше немецкого влияния. Да, вот видите, даже аргументация не обязательно была, потому что по образу известный поэт очень, да, по киромантизму. У кого-то есть еще предложение? Норвид? Да, да, прекрасный, прям, Норвид. Ну, сейчас просто мы слушаем ваше мнение. Уважаем же, Норвид, ты наиболее романтичный поэт. Ну что ж, да, тут, конечно, такая дискуссия так не получается, да, все-таки есть некое отставание. Вот, следующий вопрос. В каком году Веслава Шемборская и Чеслав Милош получили Нобелевские премии? Кто готов отвечать? В 80-е и 93-е. Кажется так. Еще раз. В 80-е и 93-е, или 81-е и 93-е. Первый Милош, потом Шемборская. Вот насчет Чеслава Милоша все правильно, да, это 80-й год. А вот Свислава Шемборская... Я бы сказал, он, знаете, кого? 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 Ну, Бродского, кого, конечно. Шемборская, ну, 90-й, может, 95-й, что-то такое, я помню, я маленькая была. 96-й. Да, ну я все равно маленькая. Вы были маленькой, да, по-прежнему, да. Вот, мы немножко с вами размялись, да, и теперь мы предлагаем вам следующую часть нашего мероприятия, выступление гостей, тех, кто желает поделиться с нами своими любимыми стихотворениями на польском языке и переводами на русский язык. У нас есть даже уже желающие, которых мы можем пригласить, для того, чтобы подать пример всем остальным. Представитель Краснодарской полонии Наталья Азаренко и члены ее семьи. Просим. День добрый. День добрый. Ну, первая попытка моя перевести стихи Чеслова Милоша. Два стихотворения мы вам представим. Не судите строго. Сыновья зачитают по-польски, а я перевод на русский. Чеслова Милоша. Метаморфоза. Медичный мёд пиуэм, головы в ляуре строиэм, были не памятачь. Выдролавэм невинный, чувый и доброчинный, аж по клепсиндрэ и цмэнтэш. Али пред Тобо, Паня, на ниц моё старание. О имя справедливего. Натура моя чарна. Швядомощь пекла, варта и уражливый эго. Такего мне ты хчалыш. До твоих прац беджалыш. Несченшника. И так ше недо... И так ше недо... Прошу. И так ше недо речный Живот в свое спречный Замыка. Ну, попытка моя перевода. Мифические мёды пил я, В лавры голову рядил я, Лишь бы только забыть былое. Так бродил я невинный, Ласковый и доброчинный, Да клепсидрэ с кладбищенской мглою. Но, Господь мой, перед Тобою, Все старания мои не стоят Праведным стать человеком. Ведь натура моя черна, Сознание достойно ада, И крайне обидчиво эго. Такого меня ты создал, К заботам своим возвал, Несчастливца покаяться. И такая никчёмная, Жизнь противоречий полная, Замыкается. Браво! Спасибо! Спасибо. Дякую. И второй. Да, да, ждём. День добрый, паѐсттво. День добрый, паѐсттво. День добрый, паѐсттво. Милаш, яснощи промянисты. Яснощи променисты, Небьянские росы чисты, Помогайте каждому, земи дознаемцаму, За недосяженную заслону Сенс земких справ уменьшено, Ганимы, допуки живы, Счастливы и несчастливы, То веемы, что бег сейчас кончится, И заслончоны сейчас вончи, В едно, так, как бы тьмало, Душа и бедное чало. Сияние лучистые, Небесные росы чистые, Помогите каждому, Земную жизнь испытавшему, Заслоном недостижимым Сокрыт от нас смысл жизни, Мы гонимся, пока живы, Несчастливы и счастливы, Мы знаем, что бег конечен, И соединяться навечно Сольются в единое целое Душа и бедное тело. Большое спасибо, это прекрасно, спасибо большое. Приглашаем к микрофону представителей Саратовской полонии. Антон Кузнецов будет читать стихотворение Антония Слонинского «Две ойчизны». День добрый! Антоний Слонинский – это известный польский поэт. Меня видно? Алло, алло! Известный польский поэт, который относился к группе Скламандр. Я прочитаю его стих «Две ойчизны». В этом стихе автор радикально противопоставляет реальную любовь к родине и культуре, противопоставляет напористому патриотизму, основанному на невежестве и агрессии, направленному против других. Прошу послупать. Прошу послупать. Цвет целый беже в рамёна кшыжа. В твоей ойчызне славных портреты том быта жертва. В моей ойчызне слова поэты оправны в сердце. Хочешь, че спши, я тен вечур мглистый и ночь безгвездна. Як же мне выгнашь земи ойчистой, если ей не знаш? Я сделал, собственно, перевод этого стиха. Сейчас я его прочту по-русски. В вашей ойчизне пред всякую властью вы бьёте поклоны, А побеждённых позором пред казнью клеймить вы готовы. В вашей ойчизне вы там приносили под чуждые троны. В нашей ойчизне есть кто если и падал, то только сражённый. В вашей ойчизне для иноверцев Бог не пошлёт благодати. Наша ойчизна весь мир принимает в христианских объятиях. В вашей ойчизне торжественно строги герои в портреты. В нашей ойчизне строги в сердца обрамляют поэты. Хоть на руку вам ночь с туманом и мглы забытьё, Но как меня выгонишь с родины, если не знаешь её? И уже позднее я нашёл в интернете перевод профессионального поэта Владимира Британишского. Позволю себе тоже его зачитать. На мой взгляд он гораздо лучше. В твоей ойчизне привыкли спину гнуть перед властью. На побеждённых с презрением кинуть взгляд перед казнью. В твоей ойчизне дань на коленях несли трём тронам. В моей, кто падал, то лишь в сражениях, непокорённом. В твоей ойчизне Бог коноверцам жёстче и твёрже. Моя объяла весь мир всем сердцем, крест распростёрший. В твоей ойчизне знатных портреты чиновных рамгий. В моей ойчизне слова поэта в сердечной рамке. Хоть мрак стоит за тобой полночной и мгла слепая, Как можешь выгнать меня из Польши, её не зная? Денькуэ! Большое вам спасибо. Замечательные переводы. И теперь представляем слово представителю Саратовской полонии Илье Жадаеву, который прочитает Агнешку Осецкую, Ащетска, Ах, пани, панове. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Прежде всего хочу поблагодарить организаторов за возможность выступления на сегодняшнем мероприятии. Сейчас я прочитаю для вас стихи польской поэтессы Агнешки Осецкой, стихи к песне Ах, пани, панове, без припевы, и вольный перевод Булата Акуджавы. Впервые эта песня прозвучала в 1969 году во время спектакля «Вкус черешни» по пьесе Агнешки Осецкой «Аппитыт на черешне» в московском театре «Современник». Агнешка Осецкая познакомилась с Булатом Акуджавой в 1963 году, когда Акуджава впервые приехал в Польшу. К тому времени каждый из них уже был популярен в своей стране. Они подружились и сумели пронести эту дружбу через всю жизнь. Постоянно вели диалог в стихах, в прозе, мысленно и приличной встречи. Агнешка Осецкая ушла из жизни немного раньше, на три месяца раньше Акуджавы. И на прощание она напела на свой телефонный автоответчик для него свою любимую песню «Ах, пани, панове». Гасно огни в среду лог, бегну хлопцы с надзег, Холодная ночь, длога ночь завитала на брег. Дзвонят дзвоны в самотном костеле, не приедет уже никто на неделе. Еще чинный геес, więcej пива не шлес, леч не такий уж тлок, прешел рок, минал рок. Сыны хвилин шиоланы жепаку, умираю, что слабший в шлюптаку. Почерналы мне дзев, листья порвал им вятр, позникали где ж хен, як надзеймых шлях. Незовьоны фиглюю шчупаки, минал рок, знову рок, были яки. Видишь, кончится бал, не мувь ми, что че жаль, пречеш патреш не так, муви счеще нам брак. Заморзаю на смерч картофлиска, вем, же пора растанее юж близко. Умем ценич твой такт, и леганский твой стиль, кто научил че так ладне патреш на узы. Ешче тулиш до уст мое рэньки, леч запомниш мне, як тей пусэнки. Жегнай милый, но цось, як ще жегнешь, то юж. Пэнк не было нам стым, леч за дужу ест жим, я че може замало кухавам, леч запомниш, то юж неумявам. Гаснут, гаснут костры, спит картошка в зале, будет долгая ночь на холодной земле, и холодное утро займется, и сюда уж никто не вернется. Без листвы и тепла, как природа жалка, предела толпа у пивного ларька, продавщица глядит сиротливо и недопито черное пиво. Как теряют деревья остатки одежд, словно нет у деревьев на лето надежд, только я пока очень любима, и любовь не прошла еще мимо. Но маячит уже карнавала конец, лист-то осенний летит, как разлуки гонец, и в природе все как-то тревожно, и мой милый глядит осторожно. До свидания, мой милый, скажу я ему, вот и лету конец, все одно к одному. Я тебя слишком мало любила, потому про разлуку забыла. Горький слов от него услыхать не боюсь, он воспитан на самый изысканный вкус, он щеки моей нежно коснется, но, конечно, уже не вернется. В завершении своего выступления хочу еще раз поблагодарить организаторов за такой прекрасный формат. Берегите себя в такое непростое время. Спасибо за внимание, джинкуй за увагу, и до заботжения. Дорогие друзья, большое вам спасибо. Скажите, пожалуйста, есть ли желающие выступить? Это было так приятно услышать ваши переводы. Очень интересные, очень хорошие, талантливые переводы. Есть ли еще желающие? Может быть, мы тебе просто обсудим, может быть, какие-то есть пожелания, советы, потому что, может быть, есть предложения, например, встречаться почаще. Видите, сколько талантливых людей в нашем полонийном кругу. И хотелось бы каждого услышать. Есть ли какие-то пожелания? Вопросы? Тогда... Еще раз, Панина, еще раз добрый день. Я, извиняюсь, немножко несинхронно отреагировал. Мне кажется, что, конечно, мы должны продолжить это. Судя по всему, карантин будет, ну, наверное, месяц или два точно. И кроме поэзии, можно взять формат, такой формат для того, чтобы, ну, например, поделиться друг с другом историей поляков в разных регионах. Или, например, может быть, почитать какие-то произведения польской литературы, что тоже, мне кажется, уместно. Ну, в общем-то, я думаю, что вам и карты в руки, потому что у вас замечательно это получается, и мне только остается поблагодарить и помочь со... ну, очень-очень-очень сильно помочь, если нужна будет моя помощь. Но вы знаете, еще один участник нашего... нашего такого импровизированного виртуальной встречи не смог подключиться, пан Александр Боголюбов из Пятигорска. И он меня очень попросил зачитать два коротких его стихотворения с его же переводом. Ну, в общем-то, не перевод, он писал по-русски, по-польски. Первое, такое взрослое стихотворение. Идэ до чебе. Идэ до чебе. Чуэсся, як был бы в небе. Зникаю трвоги души, вятр прагнонцы, гэмбы суши. Слыши, як влашне серце тэнтнє, отдайэчи го, як найхэнтнень, чтобы разым с тобою огарнэло цауэй швят, чтобы не понесло жадных дальших страт. И, воже, на русском. Иду к тебе. Не знаю я на небе или на земле. Тревоги из души уходят прочь. Запекшиеся губы сушит ветер в ночь. И слышу собственного сердца стук. И отдаю его тебе, как друг, чтобы вместе нам услышать мир живой, чтобы не разлучились мы с тобой. И второе его небольшое стихотворение из детского цикла. Дело в том, что в свое время нам удалось издать книгу небольшую детских произведений стихотворных пана Боголюбова. Вот одно из них. Дельфиньонок. 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 Посреди лазурных вод Появился он на свет. И его морской народ Скажет нам большой секрет. Можно прыгать и скакать, Веселиться и шалить. Все равно счастливым стать, Все равно любимым быть. Мама рядом, мама с ним Образумит и спасет. Значит, среди лазурных вод Дельфиньонок невредим. Ну, спасибо пану Александру. Я только озвучил, как сумел. Спасибо. Спасибо. Это было замечательно. Спасибо большое. Ну что ж, продолжим наше общение или будем завершать наше мероприятие? Можно сказать? Да. Во-первых, действительно, Большое спасибо вам за организацию Очень интересной конференции. И действительно, хотелось бы Продолжение чего-то подобного. И, например, музыкальные какие-то вечера тоже. И с исполнением, допустим, живым. Кто может? Каких-то поисковых авторов, допустим, На любом инструменте. Ну, как идея. И еще я хотела выразить благодарность. Немножко растерялась вначале. Дело в том, что, Когда я переводила произведения, Вот эти, Чеслова Милоша, Меня консультировала паня Ануш-Заблодская. Денькую сердечно, паня Ануш. Спасибо вам еще раз большое За возможность поучаствовать в этом мероприятии. Спасибо. Большое спасибо. Ну, паня Ануш-Заблодская, Мы все благодарим, Потому что она всегда отзывается На все наши просьбы. И профессионально, так сказать, Отвечает на наши вопросы. Я не могу не ответить. Спасибо вам большое. Во-первых, за организацию этого мероприятия. Таким образом, действительно, Можно почувствовать связь друг с другом, Несмотря ни на что, Ни на какие катаклизмы, Которые вокруг нас случаются, К сожалению. И большое спасибо за то, Что вспомнили обо мне. Я всего лишь, Ну, всего лишь чуть-чуть помогла С переводом трудных слов. И у меня есть вопрос. Могу я задать? Я успела проверить, Пока слушала докладчиков И прекрасные стихи, Что, в частности, Марина Цветаева владела Французским и немецким. Подскажите, пожалуйста, Когда она занималась переводами Польской литературы. Она пользовалась подстрочным переводом Каких-то профессиональных переводчиков? Или каким образом ей удалось Так замечательно создавать Переводы шедевров, Если не владела поиском? По крайней мере, Интернет говорит, что не владела. Кто-нибудь готов ответить на этот вопрос? Ну, и не только она. Другие поэты тоже. Вот мне интересно. Я полагаю, что, конечно, Она должна была пользоваться Каким-то подстрочником. То есть, вероятно, Она сама не могла, действительно, Потому что там же существуют Разные фразеологизмы, идиомы, Которые... Мне кажется, она пользовалась Очень просто мандельштабом. Вот, по крайней мере, Звучит логично. Я не знаю, но мне кажется, Что да, они же все-таки Во-первых, знакомцы, Во-вторых, почти ровесники, А в-третьих, мандельстан, Как варшавский еврей, Знал польский в совершенстве. Понятно. Спасибо большое. Очень интересно. Вот. Тогда позвольте завершить Нашу встречу. Душевной песней Главного поляка Русского песеннего творчества Была так у джеравы На польском языке, Чтобы сердцем прочувствовать Близость нашего культурного кода, Красоту и индивидуальность, Уникальность звучания Польского языка, И в очередной раз убедиться, Что наш праязык Это язык любви И милосердия. Предлагаем исполнение Песни-молитва Густава Людкевича, Если я правильно говорю. Значит, приглашаются все Для хорового исполнения. То есть все мы можем сейчас Душевно отдохнуть И исполнить одну из любимых наших песен. На польском языке Она звучит великолепно. Включаем. До пуки нам земя кренчищает, До пуки есть там, Субтитры создавал DimaTorzok 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 не сегодня, а, может быть, через день, то, надеюсь, мы сможем все это реализовать. А сейчас, мне кажется, уже надо будет поблагодарить всех за встречу. Спасибо. Большое всем спасибо. Огромное спасибо и низкий поклон. Давайте общаться. Ура! До споткания. Шестега на лепшега. Шестега на лепшега. Шестега на лепшега. До видения. Дякую. До видения. Дякую сердецзне. Взстега добре. Поздравим сердецзне. До зубачення всескем. Дякую. Дякую. До видения. Дякую. До видения всескем. Спасибо большое. Спасибо. Очень много полезного языка. Спасибо. Спасибо. Спасибо.